В Турции задержан предполагаемый организатор мятежа им оказался бывший главнокомандующий ВВС страны Акын Астюрк. Террористы запрещенного исламского государства взяли на себя ответственность за теракт в Ницце. Полиция Франции арестовала трех человек. Восемь человек погибли при пожаре на нефтезаводе Уфе. Следственный комитет завел уголовное дело. В Турции задержали предполагаемого организатора попытки военного переворота. Это бывший главнокомандующий ВВС страны Акын Астюрк. Об этом сообщает Дели Сабах со ссылкой на заявление МИД МВД Турции. Ведомстве уточнили, что на данный момент за попытку военного переворота задержаны пять генералов и 29 полковников. Турецкие военные накануне поздно ночью попытались организовать государственный переворот. На улице были выведены танки и другая техника. В операции также участвовала и авиация. Президент Турции Риджи Пердаган обвинил оппозиционного исламистского проповедника Фетхуллаха Гюлена, прораживающего в Соединенных Штатах Америки, в попытке государственного переворота в Турции. В свою очередь Гюлен это обвинение отвергает. По последним данным, в результате ночных беспорядков погибли 265 человек, а также 265 человек. И сейчас с нами на связи Михаил Крутихин, партнер компании «Русенеджер», «Востоковед», который долгое время работал на Ближнем Востоке. Михаил, добрый вечер. Как вам кажется, власть Эрдогана должна окрепнуть после вчерашних событий? У меня такое впечатление, что да. Я слежу все-таки за турецкими событиями где-то с начала 70-х годов, когда я начал работать журналистом в ТАСС, а потом 13 лет проработал на Ближнем Востоке. Это регион, что называется, моей ответственности. И я могу сказать, что за последние 60 лет это уже шестая попытка вмешательства военных в дела государства в Турции. Были перевороты 60-го года, 71-го, 80-го, 97-го, 12-го года, 2012-го, более мягкие две последние попытки. И вот шестая попытка окончилась неудачей, но не только потому, что Эрдоган обезглавил генералитет турецкой армии. А армия еще по заветам основателя турецкого государства Ататюрка была гарантом светского характера государства. И восстанавливала этот светский характер после того, как политики то ли от жадности, то ли от глупости заводили страну в тупик. Вот сейчас у военных ничего не получилось. Во-первых, потому что Эрдоган заранее вычистил генералитет от всех, кто мог там что-то устроить. И второе, это уже совсем другая Турция. Я ее вживую наблюдаю с 77-го года и могу сказать, что общество турецкое уже совершенно иное. Это уже в основном даже исламское общество. И не случайно публика, которая вышла по призыву Эрдогана на улице противодействовать путчистам, вышла под исламскими лозунгами. И я думаю, что после подавления этого мятежа Эрдоган сможет усилить свою власть. Он уже проводит дополнительную чистку в генералитете. Он уже вычистил пару тысяч судей из судейского аппарата. Это тоже была какая-то гарантия светского характера государства. И дальше, я думаю, следующим шагом будет изменение Конституции с тем, чтобы в руках президента сосредоточить максимум власти. Если это дело так пойдет, то через несколько лет мы увидим исламскую диктатуру в Турции. Михаил, но при этом сегодня в Турции некоторые отмечают так называемый праздник демократии. Вот вам, как кажется, демократия победила или все-таки диктатура? Вот давайте я процитирую журналиста, французского репортера, которого я сегодня слышал по телевидению вживую. Он говорит, не найдется ни один борец за демократию в Турцию, который назвал бы Эрдогана своим союзником и демократом. Но после сегодняшних событий Эрдоган выступает именно как защитник демократически избранного правительства. И тут уже крыть совершенно нечем. Если бы был успех у военного переворота, то речь шла бы совершенно в другом тоне. А сейчас Эрдоган получил огромные козыри для себя и уже дальше под лозунгами восстановления демократии он может установить какую угодно исламскую диктатуру. Не сразу, естественно, а через какое-то время. Да, спасибо, Михаил. С нами на прямой связи был Михаил Крутихин, партнер компании «РусЭнерджи» «Востоковед». И только что стало известно, что Раджеп Эрдоган потребовал от президента США Барака Обамы экстрадиции турецкого проповедника Гюлена. Он также заявил о готовности турецких властей удовлетворять запросы США об экстрадиции террористов. Соответствующим заявлением Эрдоган выступил перед своими сторонниками. Сегодня вечером об этом сообщает сайт газеты «Дели Сабах». Турецкие власти обвинили исламского проповедника и общественного деятеля Гюлена в том, что он был фактическим вдохновителем попытки военного переворота. Сам Фетхулак Гюлен утверждает, что не является сторонником насильственного захвата власти. Ну и продолжая тему Турции, около 150 россиян не могут вылететь в Москву из Стамбула. Об этом заявил генконсул России в Стамбуле Андрей Подъелышев. По его данным, они остаются в аэропорту Ататюрка в Стамбуле и не могут вылететь в Москву из-за проблем с регистрацией на рейсы. Также он добавил, что представители авиакомпании Turkish Airlines сообщили генконсульству о готовности начать полеты в штатном режиме, но только после получения разрешения властей. Между тем, мы связались с теми, кто сейчас находится в аэропорту. Они рассказали, что вылететь напрямую нельзя, но люди стараются покупать билеты на рейсы в другие страны, чтобы таким образом добраться до дома транзитом. Обстановка в аэропорту напряженная. Об этом рассказала очевидец Дарья Ильина. Она сейчас пытается вылететь из Стамбула. Мы уже бессил, потому что приходится все это сделать с институтом, решать какие-то вопросы. У нас еще остается открытым вопрос с багажом, потому что бирки на нем другие, билеты мы сейчас поменяем, непонятно, что с ним будет. Сейчас вроде пообещали у нас разместить в гостинице, потому что, скорее всего, рейс будет у нас утренний. Скажите, а в консульство обращались в российское? Да, звонили очень-очень много раз туда, беседовали с представителями все время. И из Москвы наши близкие звонили, пытались что-то узнать и как-то расшевелить ситуацию, потому что нашего рейса просто не было на табло. Вот рейсы появлялись на табло, а нашего рейса даже не было. То есть как бы вот нас нет. Людей никто не кормит. Многим становится плохо из-за того, что жарко, из-за того, что мы провели ночь без сна. Но здесь даже нет врачей и людей, которые могут помочь. Вот девушка на наши глаза просто упала в обморок. И видно было, что люди не знают, как ей помочь, а обратиться было просто некому, потому что никаких сотрудников вокруг просто не было. Между тем стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» отправит пустые самолеты для вывоза россиян. Они полетят завтра вечером, а также утром 18 июля. Об этом сообщил Интерфаксу представитель компании. Что касается полетов в Турцию, то сейчас Росавиация ввела временный запрет на полеты в эту страну. Я процитирую заявление ведомства. В связи с обострением внутриполитической ситуации в Турецкой Республике отправка граждан Российской Федерации в города Турции регулярными рейсами российских и турецких авиакомпаний временно приостановлена. Ограничение на выполнение завозных рейсов будет действовать вплоть до прояснения политической обстановки. По предварительной информации, сейчас в Турции находится около пяти тысяч российских граждан. Регулярные рейсы выполняли авиакомпания «Аэрофлот» и авиакомпания «Россия». Сложившуюся ситуацию нам прокомментировала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Ирину Тюрину чуть позже мы услышим. Но тем временем Ростуризм призвал находящихся в Турции россиян не покидать территорию отеля, а также соблюдать осторожность. А с аналогичными заявлениями выступили и власти Соединенных Штатов Америки. Они также приостановили все авиарейсы из Турции. Об этом сообщается на официальном сайте Госдепартамента. И давайте теперь послушаем, о чем же, как прокомментировала эту информацию Ирина Тюрина, пресс-секретарь союза туриндустрии России. Думаю, что никакая эвакуация не нужна. У людей есть обратные билеты на регулярные рейсы. Туда все летят только регулярными рейсами. Летели. Соответственно, авиакомпания должна обеспечить обратную перевозку пассажиров. Если авиасообщение не будет, так сказать, совершаться, то, значит, это задача государства. Каким-то образом возвращать людей домой. МЧС ли? Военно-транспортный ли? Ну, если может лететь МЧС и военно-транспортный, то, в общем, собственно, чего не отправить туда самолеты для того, чтобы они просто загрузили туристов и привезли их домой. То есть это пошло бы на пользу самим туристам в плане того, чтобы они не потеряли деньги за билеты? Ну, конечно, но и потом там спокойно, там тихо, спокойно на курортах. И я вообще думаю, что вот эта вся ситуация, которая в Турции сейчас политическая, она никак не должна затронуть курорты, потому что какой смысл, какой бы там не был переворот и кто бы не был у власти, какой смысл перекрывать вот этот крошечный ручеек туристических денег российских, которые только что пустили в Турцию, и тут же его перекрывать. Смысл в этом какой? Наоборот, сейчас должны холить и лелеять курорты для того, чтобы, несмотря ни на что, народ туда все-таки ехал. Хронологию событий прошлой ночи в Турции восстановила моя коллега Лилия Ипарова. О том, что в Турции что-то происходит, заговорят в пятницу вечером в Твиттере. Телеканалы к тому времени уже показывают только прогноз погоды. Начинаются проблемы с интернетом. В небе над Анкарой летают истребители и военные вертолеты. Через полчаса окажется, что вертолеты над городом захвачены мятешниками, а в зданиях турецкой государственной телевещательной компании находятся военные. Твиттер скоро заблокируют. Танки в Анкаре, кажется, увидели чуть раньше, чем в Стамбуле. К часу танки заняли оба моста через Босфор. На улицах стали много стрелять. И вопрос о том, кто все-таки сейчас у власти в стране, встал еще до полуночи. Большую часть ночи никто не понимал, где находится президент Эрдоган, пока тот не обратился к нации через фейстайм. Смартфон с лицом президента держал в руках ведущая Сейнен-Тюрк. Эрдоган призвал своих сторонников выходить на улицы. Многие вышли на улицы скандировать. Многие вышли запастись сигаретами, бензином и хлебом. К часу ночи гражданские самолеты перестают садиться в Стамбульском аэропорту. Лояльные Эрдогану военные пообещали сбивать любую боевую технику в небе над столицей. Мятежники впервые встречают на улицах отпор. В интернете появляется видео первого взрыва. Примерно в 2 часа утра турецкие военные открывают огонь по толпе. Противники госпереворота ложатся под гусеницы, бросаются на приклады, вытаскивают мятежников из танков. Солдат вынимают из собственных бронетранспортеров, чтобы отобрать автоматы и сбросить обратно в БТР. В полтретьего люди ложатся на землю на мосту через Босфор. Военные снова начали стрелять по-граждански. К 3 утра вся турецкая оппозиция заявляет, что не хочет переворота. Военные начинают уходить из Анкары. Слышно, как стреляют в президентском дворце. Там потом арестуют 17 солдат. К 4 утра поступают первые сообщения об арестах. На мосту через Босфор 50 мятежников выходят из-за танков и идут сдаваться с поднятыми руками. Уже на рассвете сторонники переворота штурмуют здание СНН «Тюрк» в Анкаре. До того, как прекратить вещание, телеканал недолго показывает пустую студию, где слышны выстрелы. Примерно в это же время Эрдоган выходит к толпе сторонников возле аэропорта «Ататюрк». В событиях переворота погибли 265 человек. Французская полиция арестовала троих человек в связи с терактом в Ницце. Об этом сообщает французский телеканал «Франц-24». Правоохранители до сих пор пытаются установить, действовал ли Мохаммед Булель, наехавший на фуре, на толпу на английской набережной в Ницце. Действовал ли он в одиночку или у него были сообщники. Кроме того, полицейские выясняют, связаны ли мотивы его поступка с радикальным исламом. Между тем, ответственность за совершенный в Ницце теракт уже взяла на себя группировка «Исламское государство», запрещенная в Российской Федерации. При пожаре на нефтеперерабатывающем заводе «Уфа-нефтехим» погибли 8 человек. Об этом сообщает РИА Новости. Тела троих сотрудников были найдены еще утром. Двое, которых везли в больницу, скончались по дороге. И еще тела троих нашли спасатели после разбора завалов. Об этом сообщили в Следственном комитете региона. Уже заведено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах. Следствие считает, что рано утром на установке гидрокрекинга произошло воспламенение газовоздушной смеси. При этом из-за разгерметизации нефть разлилась и произошло возгорание. Площадь его составила 300 квадратных метров. Филиал «Башнефти» завод «Башнефть-Уфа-нефтехим» был основан в 1957 году. Объем нефтепереработки этого предприятия составляет около 6 миллионов тонн в год. Дональд Трамп определился с кандидатом на должность вице-президента. В случае его избрания на эту должность, эту должность займет губернатор Индианы Майк Пенс. Об этом сообщил сам Пенс во время пресс-конференции в Нью-Йорке, которую транслировал CBS News. Цитата. «Я принял предложение стать следующим вице-президентом Соединенных Штатов Америки». Губернатор также добавил, что Дональд Трамп хороший человек и выразил уверенность в том, что бизнесмен будет великим президентом Соединенных Штатов Америки. Он отметил, что Трампу, как никому другому со времен Рональда Рейгана, известны надежды и разочарования американского народа. Такие итоги сегодняшнего дня. С новостями весь день вас знакомила Евгения Воскобойникова. Оставайтесь на дожде. Субтитры подогнал «Симон»!